Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 8. Мы читаем Евангелие от Луки, а озвучиваем Новый Завет. Столкование блаженного фифилакта. Вот как он выглядит. Я сейчас немножко покажу. Вот эти закладки. Каждая это в твердом переплете. Новый Завет. Их три тома по 752 страницы. Необычность этого издания в том заключается, что впервые за 2000 лет в одном издании толкование блаженного фифилакта с откровением. Никогда одновременно, чтобы на весь Новый Завет еще не было. Ну и кроме того, здесь дано 297 комментариев. И кроме того, мы раскрасили 230 иллюстраций в полный лист, без полей. И 10 картин из классики. Вот поэтому мы сейчас насчитываем его, а уже и закладки, видите, свето-российского флага сделаны. Старались как можно лучше. Как оно выглядит? Эти видели в библиотеке у президента Путина. Мы проехали, даря 600 городов проехали. Начиная от Владивостока находки до Лиссабона. Все 38 книг мои, которые Господь позволил издать, я дарил в разной библиотеке. В общей сложности почти 90% ушло только на подарки. А часть продается. Сейчас осталось еще немного. Итак, номер 8. Восьмой ролик. По полчаса они у нас выходят. И осталось еще досчитать Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. И будет закончено. Луки 8 глава с 40 по 44 стих. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Яаир, который был начальником синагоги. И, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на враче все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и точность течения крови у нее остановилась. Толкование блаженного Фифилакта. По настоянию нужды он преподает к ногам Иисусовым. Хотя бы он и без настоятельной нужды должен был пасть перед Иисусом и исповедовать его сущим Богом. Однако же бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего. Почему и Давид сказал, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздовать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Псалом 31, 9 стих. Как если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хворост к огню, они, свет и огонь, тотчас оказывают свои действия. Так и жена, принесшая веру могущему исцелить, тотчас получила исцеление. Ибо она ни о чем не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии врачей, ни о другом чем, но только веровала и спаслась. И, как кажется, она прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом. Луки, 8 глава, 45 по 48 стих. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним, Наставник, народ окружает тебя и теснет, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, впав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Толкование. Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и подать ей Аиру, добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сделано тайно. Именно. Он спрашивает о том, кто прикоснулся к нему. Но Петр, как смелый, упрекая его за такой вопрос, говорит, столько народа стесняет тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? А сам не понимал, о чем спрашивал Господь. Ибо Иисус спрашивал, кто прикоснулся ко мне с верой, а не просто так. Ибо как всякие имеют уши, чтобы слышать, и однако же иной, имея уши, не слышит, так и в всем случае иной прикасается с верой, а иной хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. Итак, Господь, хотя и знал жену, спрашивает, однако же, для того, чтобы, как я сказал, и веру ее прославить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает и таким образом жену выводит на середину. «Я чувствовал силу, исшедшую из меня. Иисус, будучи источником всякого блага и всякой силы, имеет и силы, от Него исходящие. Христос вдвойне врачу и жену. Во-первых, исцелил болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав, «Дерзай, черь!» Луки, 8 глава, 49 по 56 стих. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволив войти никому, кроме Петра и Иоанна и Якова, и отца девицы и матери, все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она точно встала, и он велел дать ей пить, есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Толкование. Он скрывал большую часть своих дел, быть может, по причине зависти иудеев, чтобы возжигаемой завистью они не были повинны осуждению. Подобным образом должны поступать и мы. Если кто завидует нам, мы не должны обнаруживать перед ним наше совершенство, чтобы, поражая их улонными, не возбудить в нем больше зависти и не вести в грех. Но должны, сколько возможно, стараться скрывать их от него. Когда Господь сказал, что девица не умерла, но спит и смерть назвал сном, поскольку имел воскресить умершую, каббат сна возбудить, то слышавшие сие засмеялись над ним, что допустил он за тем, чтобы чудо было больше чудом, чтобы впоследствии не могли сказать, что девица не умерла, но спала. Для сего он устроил так, что прежде осмеяли его за слова «не умерла, но спит» и чтобы заградить уста желающих клеветать. Ибо смерть девицы так была явна, что засмеялись над ним, когда он сказал, что она не умерла. Господь всех выслал вон. Быть может, с тем, чтобы нас научить не любить славой и ничего не делать напоказ, а может быть и с тем, чтобы внушить, что имеющий совершить чудо не должен быть среди многих, но должен находиться в уединении и быть свободным от всяких беспокоиться со стороны других. И возвратился дух от раковицы. Ибо Господь не новый внес душу, но повелел возвратиться той самой, которая отлетела от тела. приказал подать ей поесть для большего уверения и доказательства того, что она действительно воскресла. Луки 9 глава с 1 по 6 стих. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселение, благорестуя и исцеляя повсюду. Толкование Сообщать своим друзьям такие дары без всякого сомнения возможно не человеку, а только Богу. Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса проповедю. Ибо многие часто совершали чудеса силы бесовской, но проповедь их не была истинная, а поэтому и чудеса их не от Бога. Господь, посылая учеников, заповедует им такую умеренность, что не повеляет им брать ни хлеба, ничего-нибудь другого такого, чего многие из нас набирают себе. Заповедует им и то, чтобы они не перебегали от одного к другому. Но в какой дом войдут, в том и оставались бы, чтобы не показаться какими-то непостоянными и очень переменчивыми. «Отрицайте, говорит, пыль на тех, которые не примут вас, во свидетельство на них, то есть на обличение и осуждение их, показывая им, что хотя ради их и много пути совершили, не получили, однако же, от них никакой прибыли. Некоторые заповеди апостолам не носить ни сумы, ни посоха, не иметь по две одежды, понимают так. Не собирайте сокровищ, ибо сума, вмещая многое, означает собирание. Не носите посоха, то есть не будьте гневливы и дрожливы. Не имейте по две одежды, то есть не будьте переменчивы в нравах и двоедушных мыслях». Комментарий Игнатия Лапкина. 19 правило 6 Вселенского Собора. «Предстоятели церквей должны в оси дни, наипаче же, во дни воскресные, получать весь клир, и народ словит сам благочестие, избирая из божественного писания разумение и рассуждение истины». 52 апостольское правило. 58-ое. 58-ое. «Епископ и пресвитер, не родящий, не заботящийся о притче и о людях, и не учащий их благочестию, да будет отлучен. Если же останется в таком неродении и ленности, да будет извержен». То есть раз, два, сказали, не понимаете, его выкидывать надо. «Епископ Никодим, Милош, толкует, поучать веренную им народ есть первая и главнейшая обязанность как епископа, так и пресвитера, обязанность, которая должна предшествовать всем остальным, и совершеннодействию, и управлению церковью. Спаситель заповедовал апостолам не только крестить, но и учить, и прежде учить народ, а затем крестить». Матфея 28,19, Марка 16, глава 15,16, стих. «Каждому священнодействию честь должно по необходимости предшествовать учению, потому что таинства не могут помочь тому, кто принимает их без веры, а веры не может быть без проповеди». Римлянам 10, глади 14, 1 Коринфянам 9,16. «Горе мне, если не благовестую». А Тимофея, епископа Ефесского, заклинает Богом и страшным судом Христовым. 2 Тимофея 4,2. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». От каждого пресвитера безразличия апостол Павел требует, чтобы он из числа всех прочих добродетелей более всего отличался умением наставлять. 2 Тимофея 2,24,25 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Епископу и пресвитеру, пренебрегающему проповедованию Слово Божие, Священное Писание угрожает страшным наказанием. Езекииль 3,17-18 стих, 33 глава, 8 стих, 34 глава, 10 стих, 1 Тимофея 4,16, 2 Тимофея 2,14 и другое. Таким образом, это апостольское правило есть ничто иное, как краткое выражение в форме закона, предписания Священного Писания, обязывающие епископа и пресвитера непрестанно проповедовать и наставлять народ в вере и добродетельной христианской жизни. Зонара объясняет это правило следующим образом, кавычки открыты, на каждом епископе лежит непременная обязанность получать вверенный ему народ догматом благочестие и приводить его к истинной вере и честной жизни, потому что Бог говорит через пророка предстоятелям народа, что если, Езекииль 3 глава, 18 стих, не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконник и от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем и я взучу кровь его от рук твоих. Поэтому епископ, пренебрегший проповедью, отлучается, то есть лишается свое место служения запрещения священнодействия в течение определенного времени. Если же будет пренебрегать проповедью и после этого, то должен быть извержен, то есть лишен священного сана. Точно так же должна быть поступленность с предсвитерами, ибо правила предписывают, чтобы они были учительны. Евангелие проповедовать тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать. Луки 9, глава 7 по 9 стих. Услышав Ирод, четверо властник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я безглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Толкование. Ирод сей был малый, сын великого Ирода, избившего младенцев. Тот был царь, а этот четверо властник. Он недоумевал, кто бы такой был Иисус. Впрочем, Иоанна говорит, я безглавил, и потому, если он воскрес из мертвых, то я, увидев его, узнаю, и искал случай увидеть Иисуса. Евреи полагают воскресение мертвых в жизни плотской, в яствах и питьях. Ошибочно они думают, ибо воскресение в пище питье, или в жизни плотской, но воскресшие живут так, как ангелы Божии. Луки 9 глава с 10 по 18 стих. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Версаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о царстве Божием, и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, двенадцать говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в воскресное селение и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь, в пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех-всех людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пятьдесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, воздрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытили все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. Толкование блаженного фифилакта. Иисус, имея намерение совершить чудо над хлебами, уходит в пустое место, чтобы кто-нибудь не вздумал сказать, что хлебы принесены были из города, вблизи находящегося. Приняв народ, он учил и исцелял, чтобы ты познал, что целомудрие наше разделяется на слово и дело, и что как не должно говорить того, что неудобно исполнимо, так не должно делать того, о чем нелепо говорить. Когда день склонялся к вечеру, ученики, начавшие уже отличаться человеколюбивыми и пастырскими распоряжениями, жалились о народе и сказали, отпусти их, то есть, скорее, уврочу их болезни, исполни их прошение. А Господь говорит ученикам, вы дайте им есть. Говорит он так, не потому, будто не знал о скудости, но потому, что желал заставить учеников самих высказать, сколько они имеют хлебов, и таким образом, через исповедание их, через объявление количества хлебов, явить все величие чуда. Повелевая ученикам рассадить народ рядами победительности, показывает, что и нам, когда принимаем кого-нибудь, какого-нибудь странника, должно успокоить его и прилагать всякое попечение о нем. Взирает на небо, чтобы показать, что и мы, намереваясь кушать пищи, должны высылать благодарение Богу. Дает сам ученикам, а они потом уже и народу. Это для того, чтобы не забывали о чуде, но вспоминали бы о нем при мысли, что они брали хлебы в свои руки. Остатков было 12 коробов, чтобы мы знали, какую силу имеет страноприимство и как умножается наше достояние, когда мы помогаем бедным. В Луке 9 глава с 18 по 22 стих. В одно время, когда он молился в его едином месте и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а иных за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр, «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, пересвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Толкование. Господь, вопрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает он для того, чтобы показать несправедливость народной о нём молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано. Тогда Пётр предваряет прочих и, сделавшись устами всех, исповедует его тем Христом Божиим, о котором издавна проповедуется. Не просто Христом Божиим назвал его, но тем Христом Божиим, который есть собственно Христос Божий. Ибо многие были помазаны, но тот Христос, помазанник Божий, есть единый и единственный. Луки 9 глава с 23 по 27 стих Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её. Ибо что пользуясь человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приют во славе Своей и Отца и Святых Ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят в Царстве Божие. Толкование. Крестом называют здесь смерть самую поносную, ибо не было иной так бесславной смерти, как смерть на кресте. Итак, Он объявляет, что тот, кто желает быть учеником Его, должен умереть смертью не славной, но поносной. Будет убит, как осужденный. Если кто захочет жить по-мирскому, тот умрет душой. Христа стыдится тот, кто говорит, как я буду веровать в распятого и поруганного Бога, а тот стыдится из слов Его, кто глумится над простотой Евангелия. Господь постыдится такового во славе Своей, то есть во второе пришествие. Он говорит, как бы так, как домовладыка, имея лукавого раба, стыдится звать Его своим рабом, так и я постыжусь наименовать своим рабом того, кто отрекся от Меня. Есть, говорит, несколько таких Иоанн, Петр и Яков, которые не умрут прежде, чем увидят, в какой славе будут Мои исповедники. А увидят они это во время преображения. Луки 9, глава 28 по 36 стих. После этих слов дней через восемь, взяв Петра и Иоанна и Якова, взошел на гору помолиться. И когда молился, видел вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили о бесходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отречены были сном, но пробудившись увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петру Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущие, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, сей сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда был глаз сей, оставался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Толкование. Он оставался тем же, кем был, но вид лица его явился гораздо светлейшим, чем прежде. Подобное произошло с его одеждой, ибо только вид ее блистал молнией. Существо одежды не переменялось, а только наружность. Когда он молился, ему предстояли Моисей или я, чтобы показать, что он не был противник закона и пророков. Ибо если он был противник, то Моисей, давший закон, или я, ревностный шесть пророков, не дозволил бы себе служить ему, наподобие телохранителей, не даже быть с ним. Они говорили о исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме, то есть о смерти его. В то время, как Христос пребывал в молитве, Петр отечен был сном, ибо он был слаб и служа сну отдавал должное человеческой природе. Когда же Петр пробудился, то увидел славу Христову и двух мужей. Находя такое пребывание здесь приятным по причине света и созерцания пророков, Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Он думал, что теперь настала кончина мира и царства Иисусова, но он не знал, что говорил, ибо когда еще не было кончина, еще не наступил день царства и наслаждения теми благами, коими будут обладать святые. Петр сказал это, хорошо нам здесь быть. Вместе потому, что опасался, что Христос будет распят. Он слышал от Христа, что ему должно быть убитым и в третий день воскреснуть. Поэтому и сказал это, выражаясь как бы так, не будем сходить с горы, будем здесь оставаться, чтобы избежать креста и страдания. Если придут на нас евдеи, то мы имя помощника Илью, который свел с ним огонь и истребил пятидесят начальников, имея Моисея, который поразил столько и таких народов. Сказав он это, не зная, что говорил, ибо он думал, что крест есть зло и при том мучительное, а поэтому желая избежать его, и сказал это, между тем, Господь жаждал быть распятым, поскольку иначе не могло совершиться спасение людей. Тогда, как Петр говорил еще, сделаем трекущий, Господь внезапно творит сень нерукотворенную и входит в нее с пророками, чтобы показать, что он ничем не меньше отца, ибо как в Ветхом Завете Господь являлся в облаке, и Моисей входил в онное, и таким образом получил закон, исход 19 глава 9 стих, исход 20 глава 20 по 21 стих, так и ныне облако обняло Христа, и облако немрачное, ибо прошла тень закона, и мрак невидения, но облако светлое, ибо истина пришла и благодать Господня воссияла, и потому ныне ничего нет темного, и исшел из облака глаз, подобно как в Ветхом Завете слышен был из облака глаз Божий, Иисус же остался один, чтобы кто не подумал, что слова сей сын мой возлюбленный сказаны были о Моисее и об Ильи, впрочем, сим быть может означается и то, что законы пророки были до некоторого только времени, как и здесь видимо были Моисей и Илья, а потом, когда прошло их время, остался один Иисус, ибо ныне господствует Евангелие, тогда, как многое законное миновало. Апостолы умолчали и ничего не говорили о том, что видели прежде Креста и следовало говорить об Иисусе что-нибудь благоприличное, ибо какое о нем составили бы мнение те, кои слышали это, а потом видели распинаемым. Не сошли бы они его обманщикам и мечтателям. Поэтому-то апостолы прежде Креста не проповедуют ни об одном чудесном и благоприличном деле Иисуса. Луки 9, глава с 37 по 42 стих. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих знать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, переведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел без поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. Толкование. Человек сей, о котором речь, был весьма неверующий, поэтому и бес не выходил из сына его, ибо неверие превозмогало силу апостолов. Неверие и дерзость его видны из того, что он пришел перед всеми обвинять учеников. но Господь объявляет, что сын его не исцелен по причине его неверия и перед всеми порицает его, ни одному его, но и прочих всех вообще. Ибо сказано, о, род неверный. Разумеет, под этим всех евдеев, а словом разращено показывает, что злоба их не от начала и не от природы. По природе они были добры, ибо они были святым потомством Авраама и Саака, но развратились по своей злобе. Слова «Доколе буду с вами и буду терпеть вас» означает то, что он желает восприять смерть и хочет скорее избавиться от них. Ибо доколе будут терпеть ваши неверия. Господь, чтобы показать, что он имеет силу побеждающую неверия иудеев, говорит «Приведи сюда сына твоего». И исцелив его, отдал отцу его. Бесноватый прежде принадлежал не отцу своему, но злому духу, одержавшему его. А теперь Господь отдал его отцу, потерявшему его, а потом нашедшему. Всю.